Всем привет! Приветствую вас на своем канале! Посмотрите, какой я тюнер нашел. Это Amico SSD549SXRF. Может кто-то помнит такую модель или не помнит. Ну, давайте посмотрим, можно ли этим тюнером вообще пользоваться в 2022 году, какие каналы можно смотреть, ну и вообще, актуален он или нет. Давайте сейчас, видите, какая у него коробочка, давайте сейчас посмотрим, какая у него комплектация, посмотрим меню и отсканируем каналы. В комплекте идет вот такая инструкция. Вот идет карта продукта Amico фирменная. Ну, Amico известная, очень популярная компания, поэтому они лужат вот эти карты. Есть мануалочка, инструкция. Здесь очень все подробно описано на многих языках. Чешский, хорватский, венгерский, греческий. Так что, вся инструкция здесь есть. Ложили они такую богатую мануалочку. Есть в комплекте еще такой вот пульт с батарейками. Пульт хороший, такой добротный. Не такие, как сейчас ложат в некоторых устройств. Такие маленькие, нежные. Здесь хороший пластик. Такой крепкий пультик. Ну, неплохой. Ну и вот сам ресивер. На передней панели написано название модели, поддержка кодировки Konex. И сбоку есть слот для карты. Можно с помощью этой карты раньше было смотреть одного из наших операторов, но сейчас это уже не актуально. Ну и сзади есть вход. Антенный спутниковый вход. Вот он здесь такой. И есть вход и выход для RF модуляции. Не знаю, актуально это сейчас или нет. Для прошивки RS-232, тюльпаны, ну и скорт. Как вы поняли, HDMI выхода и USB выходов тоже нет. Потому что, ну, тогда еще такого не было. Ну и давайте его сейчас подключим и посмотрим, как он работает. Кстати, после обзора я этот тюнер, если кому надо, могу за небольшие деньги продать. Если кого заинтересует, можете напишать в телеграмм и могу вам выслать по Украине, кому он понадобится, заинтересует. Реально за копейки его продам. Ну что, подключаем. И сейчас давайте посмотрим, настроим на два спутника. На Sirius, ну, Astro. Тогда Sirius, сейчас Astra. И на Amos. И посмотрим, какие он каналы принимает. Сразу скажу, он принимает каналы формата MP2, MP4, он не принимает. Вот такое меню настройки. Очень простое. Вот Sirius. Сейчас включаем. У нас 1.4. И вот сигнал пошел. Ну и еще один спутник. Это у нас Amos. Тоже настроим. Ну, каждый может под себя настроить. У кого как конвейертер будет, под того так и настроим. Так. Сейчас пойдет сигнал. Ну и давайте введем частоты из Sirius и из Amos. Отсканируем их и посмотрим, как они ловят. Желтой кнопочкой нажмем настройка транспондера. Можно, конечно, вот видите, так включил. Чтобы не сканировать полностью спутник, отсканируем частоты, которые нас интересуют. Ну, здесь можно листать вот так по очереди. Но я думаю, это будет долго. А мы нажмем желтую кнопочку. Ну, не желтую, а зеленую. Типа добавляем новый транспондер. Если он уже есть, он просто сохранится. А если нет, то добавим новый. И введем частоту 12.30. Скорость потока у нас 27.500. И поляризация вертикаль. Вот. И на этой частоте должны работать каналы. Сейчас мы их отсканируем. Красной кнопочкой нажимаем поиск. И пошел поиск канала. Видите, отсканировали. Ну, давайте еще одну частоту Sirius отсканируем. Это у нас частота 12.284. Скорость потока 27.500. И тут же красной кнопочкой нажимаем поиск. И все это отсканируем. Так, пошла у нас все. Каналы мы отсканировали. И они, как вы видите, работают. Ну, мы сейчас еще отсканируем. Да, это каналы формата MP2. Вот видите, какие у нас каналы. По названиях Киев, Эспрессо. Пока же это Апостров ТВ работает. Так что этим тюнером даже в 2022 году можно сканировать и смотреть некоторые каналы со спутника. Так что давайте сейчас посмотрим еще частоту на спутнике Amos. Эта частота у нас 11.140H. Скорость потока 30.000. Отсканируем ее. Так, 11. И частоту 11.175H. Аж скорость потока 30.000. И эту частоту отсканируем. Здесь тоже должны работать некоторые каналы. Сканирует он очень быстро. Потому что все в порядке. Ну, в принципе, неплохой тюнерок. Хоть и старый. Для дачи где-нибудь, чтобы какие-то новости смотреть, какие-то каналы передачи. Вполне можно посмотреть, какие каналы у него работают. Какие нет. Но каналы у него идут в формате MP4. Поэтому он не показывает. Ну, а другие каналы, которые в формате MP2, у нас будут работать. Знаете, первые каналы у нас MP4 не работают. Но сейчас, вот где-то после девятой кнопки, ну, 32 канала отсканировалось. Из них 8 не работают. Астальные все показывают. Вот видите, идут вот эти каналы. Картинки все. Ну, это рекламные. Вот ICTV.UA работает. STB тоже работает. Новый канал работает. Эко-TV. Прямой. И какие-то тесты. Вот так. Так что, даже с этим Тенеркома можно еще что-нибудь и посмотреть. Ну, а теперь можно еще, давайте пройдемся по меню. Вот, видите, ее АПЕРШИ работает. 24 канал. Ну, и еще некоторые. В меню у нас есть режим настройки. Здесь настройки языка. Тоже под себя можно настроить язык аудио. Дальше, следующий раздел. Это TV-система. Тоже можно. TV-стандарт. Формат изображения. Стандарт звука. Тоже все можно под себя настроить. Настройка RF-модуляции. Настройка RF-модуляции. Там 38 канал. И можно пускать. И телевизором сканировать с этого тюнера. Можно тоже смотреть передачи без кабеля через RF-модуляцию. Дальше у нас, что мы посмотрим. В настройках у нас есть настройка меню, прозрачность, стандартные настройки, ну и время показа. Все тоже можно. Автоматическое отключение тюнера тоже все это можно настроить. Дальше, что мы еще. Настройка. Радительский контроль есть, если он надо кому-нибудь. Ну и настройка системы. Здесь есть информация о версии прошивки. Название процессора Ali329S. Ну и версия прошивки очень старая, потому что, сами понимаете, тюнерок не новый. Кстати, у меня на обзоре вот новой тюнерской рубки. Но модель выпущенная очень давно. Вот так. Ну и прошивка. Прошивается через RS кабель 232. Через ноутбук или компьютер. И есть раздел игры, чтобы немножко поиграть в T-3С. Змейка. Ну и такие стандартные игры, которые были в тюнерах. Форматы MP2. Отелла какая-то игра тоже есть. Так что вот такой у нас обзорчик. Такая модель. Кого-то модель заинтересует, напишите мне в Telegram. Отправлю за небольшую плату. Может реально кому-то надо на дачу или для экспериментов, или еще куда-то. Ну я вообще стараюсь после обзора все ресиверы продавать. Там у меня еще есть из прошлых обзоров Amico остался. Это Uclan. Так что если кого-то интересует, то уже можете написать в Telegram. И продаю немножко дешевле, чем у других продавцов. Ну всем спасибо за обзор. Ставьте пальчик вверх, если понравилось видео. Нажимайте подписочку. И ждем новых обзоров. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok